Мы находимся на ДАВ Кафалев, начали немножко вглубь лезть насчет НОЗИРА, который мы там или мессим. И повторим сейчас быстро то, что мы сказали вчера. Не знаю, сколько будет понятно. Вот вчера. У нас в ВИШЕ написано, что НОЗИРА, который мы одной запретили на него, это принимает ритуальную чистоту от мертвого человека. Если он принимает ритуальную чистоту целый день, то ему полагается только одно разбичевание. Если ему сказали, что ему предупреждали несколько раз, что в день нельзя делать, нельзя принимать ритуальную чистоту, он продолжает принимать. За каждый раз, за каждое это самое выступление ему полагается обичевание. И, похоже, у нас есть часть в ВИШЕ про Килаем, человек, который одевает шатнез. Одежду, которую нельзя одевать, именно смесь шерсти и льна, шатнез. Ему сказали, что нельзя одевать, нельзя одевать. Он одевает, снимает, одевает, снимает, одевает. За каждый раз ему полагается обичевание. И у нас был спор в море, насчет, в море, в нашей море есть спор насчет того, насчет этой одежды. Он должен свидетельствовать, что получить второй раз бичевание ему нужно снять и одеть. Или достаточно вставить рукав, или достаточно просто время, которое придется снять и одеть. Три мнения было. Рабаши. Последние. Мы это как-то объяснили. Теперь, что насчет Тумы, как про Назира. Мы сказали, что у нас было два мнения, я привел Рамбан, который говорит, что отличается ритуальная чистота у Назира от... Шатнеза, запрет на Шатнеза. И Риме Луниль, Рабьонас Милуниль, который считает, что нет разницы. А именно, Рабьонас Милуниль считает, что так же, как и Рабяш сказал, что человек, который держит... Ну, одет в килае, одет в эту Шатнез время, которое достаточно, чтобы одеть и снять, Уполагается, его предупредили за такая же такое, как бы... Продобежуток времени, ему полагается обичевание. То же самое в ситуации, когда он на кладбище стоит. Все время пока он может зайти и выйти, зайти и выйти. Уполагается обичевание, если каждый раз его предупредили. Так говорит Риме Луниль. Рамбан говорит, что Рамбан отличается. Почему Рамбан говорит, что отличается? Рамбан привел к Мору в Назире. Мы ее разбирали. Назире, так сказать, объяснил, что в этом есть разница. В Мору в Назире спросил вопрос, что, если человек там... Назир, он трогает мертвого человека, тронется мертвого человека, ему дают еще одного, то ему не полагается о развичевании. Почему? Потому что написано второе Логия Халель. Написано слово Логия Халель. Ему нельзя себя сквернять, ему нельзя себя делать как бы будничным. Холь. И все время, пока он уже будничный, то ему второй раз никакой проблемы нет. А что надо сказать Мишну? Почему называется, что Мишну Бахибурим? Что это значит? Что если он вышел, допустим, из кладбища и обратно зашел, то ему полагается бочевание. Спрашивают вопрос, почему полагается бочевание, если он называется Махуляль. Когда он один раз зашел кладбище, пока он не очистит, все пройдет 7 дней. Все время, пока он не очистит. Сладай называется Махуляль. Он, как сказать, уже ритуально чистый. И мы объяснили, что есть разница между Тум Бахибурим и Тум Нов Бахибурим. То есть, человек, который дотрагивается до мертвого человека, или траектор, или заходит в помещение, или заходит на кладбище, не важно. Все время, пока он находится в хибуре, когда он находится в соприкосновении, не знаю, как на мертвом соприкосновении, а в словно верить, такого нет на русском хибур. Любое, как сказать, соотношение, не знаю, как. С мертвым человеком у него есть более высокие… А? В контакте. Ну, тоже. Контакты – это не самое мертвое. Может быть, в комнате, не важно. В контакте с мертвым человеком у него есть большая степень Тумы, чем когда он этого контакта ушел, когда этот контакт прекратился. Мы это разбирали. И поэтому, если он вышел с кладбища и обратно зашел, то это называется, что он опять себя… Мы халели, он опять себя как бы увлечает. Так объясняет Мурава этот самый. И поэтому, если на Рамбанше есть разница, и в этом есть разница между одеждой и килаем, и… Одеждой и килаем, и талейной чистотой для Назира. Как мы это объяснили? Потому что здесь написано «Ло Мухулял и Халель». Тот уже Мухулял, он Мухулял. Поэтому, если он не выходит в кладбищ, все время, пока он не выходит, ему не полагается второй раз в Малкас. Он полагается только за первый раз, когда он зашел. Все время, пока он не вышел, он полагается, ему сказали, он не выходит даже в Барабаш. Он не полагается несколько Малкасов, что от Нази. Это не так, потому что «Ло Тиль Баш», то есть нельзя быть одетым, грубо говоря, так, нужно понять слово. Все время, когда он одет, он одет. Там нету Лоху Халель. Нет такой дрожжи, что «И Ца Мухулял Вамед». Здесь «И Ца Мухулял Вамед», это как бы дрожжи такая. Хазаль. Так объяснил Рамбан. И мы сказали, что Риме Лунили, для хора непонятно, как Риме Лунили, спрашивая, с относиться с Гморой в Назире, которую мы привели. Но что? Есть Гмора в Швейс, которая ровно наоборот. Морав Швейс мы сказали, что человек, который про что говорит, что человек, который зашел, допустим, на кладбище Назир, не сделав нарушения, например, он зашел в Шедата по Омегдалям, и по мнению, что Оиль взрукшимой Оиль, то есть зашел в какой-то там ящике, закрытом, со всех сторон, и мы считаем, что это Оиль, по мнению, что это называется Оиль, то есть он как бы не приходит, вошел в контакт на кладбище, потом пришел какой-то злой, кто-то слон, не знает, что сломал этот ящик, и он вступил в контакт с таким образом с ритуальной нечистотой, которая на кладбище. И к Мратам спрашивают вопрос, если ему сказали выходи, а он вышел, то есть, если ему сказали выходи, а он сразу вышел, то вопросов нету, называется ОНОС, ни на что ему ничего не сделаешь, то, что он зашел, не было никакого запрета, сейчас то, что ему сделали, он ничего не сделал, называется ОНОС. Называется, кто же бедюк, кто же написал второе, кему-то лафамет бепепепепитом. Кому-то так же, как человек, который заходил, сидел в доме, разговаривал с товарищем друга, товарю взял и умер. Бывает такая ситуация, что называется ОНО, бывает такая вещь, человек делает преступление, способ, то есть, ситуация, когда он не может его не делать, то есть, он полностью ОНОС, как сказать ОНОС по-русски, у него есть какие-то необыходимые ситуации, как сказать, ему есть какие-то ситуации, что у него нет никаких выходов, не сделать это преступление, не знаю как. Машинист поезда, который едет на скорость 100 км в час, кто-то бросается под поезд, нельзя сказать, не где его назвать убийцей. У него наказание нет, не поверьте, а он, как бы, ехал в этом поезде, может, даже что-то там ждал. У него остановиться нету никакой возможности, и не нужно, он делает то, что он должен делать, кто-то самоубийство. Значит, это вещь, который делал преступление, но когда он называется онус, он ничего не может сделать. То же самое, человек, который зашел в дом, вдруг там кто-то умер. Если он зашел в дом, где лежал уже человек, который при смерти, то это нельзя было делать. Он сделал нарушение тем, что он зашел. Нельзя заходить в дом, а Назиру, поскольку он Назиру Койнон. Если ты знаешь в дом, что есть люди, которые могут умереть, то ему нельзя заходить. Но я зашел в спортзал, где там все 20-летние вдруг один получил, не знаю, шутки флев, 20-летний спортсмен, который был здоров, как бык, а стал этот самый, то он ничего плохого не сделал. Тем, что он зашел, он человек не может не заходить в дом, он не должен постоянно быть на улице опасен, что кто-то в доме умрет. Он может, как сказать, вещь, которая на него не возложена, нет такого опасения, не нужно такого опасаться. Хорошо, это вещь, которая так написана. Опрос там такой, в море очевидно, что если ему сказали, выходи, и он подождал время, которое достаточно, в районе времени, которое из Аллоха Львович Мессимы, про Азору кидаешь ТХВ, чтобы поклониться, то, очевидно, что ему вылагается бичевание. Если же он это времени не подождал, то это вопрос в море. Если он сразу вышел, сразу вышел. Если какое-то время подождал, но недостаточно времени, его бьют или не бьют, то вопрос в море, который такой просто море. Возникает вопрос, то есть спрашивает вопрос, как его можно бить, о районе Мухулиль-Воймед. Только что мы учили, смотрели в море в Назире, который специально говорит Дроша, Ло-и-Халилу, ица-зеши Мухулиль-Воймед. То есть специальная дружь, специальная, как сказать, объяснение. То есть так Хазар получили объяснение стихов в Таре, написано Ло-и-Халель, не взяли Халель, ица-зеши Мухулиль-Воймед. Запрет не распространяется того, кто он уже себя хилель, который уже стал себя будничным, теперь он уже стал ритуально чистым все время, пока он касается, поражает, касается ритуальной чистоты. У него нет никакого хиллюля, и поэтому нету второго бичевания, и первое, здесь нету первого бичевания, потому что то, что он зашел, не был какой запрет. Это Тойса спрашивает вопрос в Назире. Так, мы вчера разбирали, сейчас смотрим, что Тойса отвечает. Значит, Тойса отвечает два Тируса. Я, значит, здесь перевел. Значит, первый Тирус. Что Тируса говорит? Что Гмора в Назире, мы неправильно поняли, товарищи. Что Гмора в Назире, она говорит совершенно не то, что мы поняли. Не как Рамбан, во всяком случае. Что говорит Гмора в Назире? Она говорит совершенно другую вещь. Что? Человек, который, то есть, то есть, в этом Рихур идет, как Риан Милуни, что человек, который так же, как Шатнет, все время, когда он, если он дотронулся до Тумы, он обязан ее бросить. Все, если он не бросает, он полагается бичевание. Может, даже много раз, если бы много раз повредили. Про что говорит Гмора? А что если он держит, еще не успел бросить? Например, не знаю, что он уже далеко в кладбище, он сейчас бежит из кладбища, но все время, пока он бежит, он бежит. Делает все, что ему невозможно. Ему кто-то от него бросил еще там, не знаю, что мертвого, то здесь он или сам он взял, еще дотронулся до еще одного мертвого, еще чего-то. В этой ситуации ему не полагается наказание. Почему? И это значит, что мы хулигой имут. Но если он мог отпустить и не отпустил, тогда законы работают такие же, как Шатнет, например. И поскольку это самое, так это работает. Это первый Тирустос. Рихор это такой же Тирустос, как и Римляни. Второй Тирустос говорит, нет. Про что говорится в море в Швуэс? Что если он ждал или не ждал? Когда все это случилось, бэна шмошес. Что значит? Что если человек находится на кладбище? Мы говорим сейчас по Акрамбан. Что? Что? Ицами хулигой имут. Человек, который он уже хулигой имет, ему нету запретов продолжения получать израильную нечистоту. То есть все время, когда он на кладбище. Ну что? Если он не выходит, а бэна шмошет, то есть заходит в ночь, то получается, что он добавляет в себя... То есть все время, когда он стоит в этот день на кладбище, в течение дня, ничего нового не происходит. Он уже мухурал вумет. И ничего добавочного нету. Все время, когда он там находится, на кладбище, он в состоянии, которое называется мухурал вумет. Поэтому за это нельзя делать несколько бесчеваний. Но если он на кладбище находится перед шкиой и не выходит до шкии, до захода солнца, получается, что он добавляет на себя тем, что находится ночью еще один день. Ведь очищение от мертвого человека, от человека, который получил танечество – это семь дней. Но это же думать в каком-то несильном состоянии, а период. У него состояние изменилось? Замин-кудренно так и осталось мухурал? Нет, оставался мухурал еще один день. Так то есть объясняет, устал мухурал еще один день, добавился еще один тумок. Не изменилось состояние? Да, изменилось другом состоянии. До сих пор уже изменяли состояние, что у него есть силы думать. Сейчас у него символ тоже на еще один день дальше. У него тума теперь еще на один день. У него стала тума еще на один день. Это так говорит. То есть, если он за это время, так сказать, про это говорит Гмор, это сам. Это второй терус. То есть, если это рихор идет, как кто? Как ромбан. Что добавления нет. То есть, эти похожие вещи. Значит, дальше еще, давайте, так сказать, еще несколько вопросов здесь скажу, которые интересны. Значит, есть интересный вопрос в Поским. Который тоже зависит от нашей судьи. Но не только от наших, но и от других судьи. Но достаточно интересно. Что будет Коин, который, значит, сегодня так не принято. Раньше было принято спать голыми, извиняюсь. Раньше было так принято, что люди спали, не было пижамы, не знаю что, люди спали под врастынями голыми. И, значит, спит себе Коин. Вдруг умирает кто-то в этом доме. Ему говорят, Коин, вставай. Почему? Здесь-то, это сам умер. А? Ему можно одеться, или он должен голым убегать на улицу? Он сейчас уже находится там. Он был, он из Гамор, он пошел спать, там здоровый был. Кто-то там умер, он был здоровый. Как быть, не было никакого проблемы. Как мы сказали, никакого запросто, ничего не было. Вопрос такой. Вопрос такой. Коин спрашивает. Позвонил Рабу и говорит, что Раба. А? Это самое, смс послал, да. Неважно. Акицу, Раб, что мне делать? Мне можно одеться, или я должен голым убежать на улицу? Мне неудобно, здесь куча народу, здесь все эти самые, мне неудобно бежать голым на улицу. Я ему говорю, Коба да брио, значит, есть суги насчет? А? Значит, просто я ходил, спали голову, так и ходил, постой. Акицу? Неважно, это вопрос. Просто нет, сейчас не сам. Значит, вопрос, от чего он зависит, это много чего зависит. Значит, здесь он зависит от нас, первое вещь. Значит, написано, что Игмара говорит, что человек, который нашел себя шатнец в одежде, человек, который шел на улице, по улице, нашел себя шатную одежду, должен снять с себя эту одежду, моментально, прямо на улице. Почему? Это решение называется кумасе, как мы сейчас избирали, тот же самого Ривана, тот же самый на Макеоисе, с которым привезли, там приводят тот же самый свор. Поскольку, когда он его одел, даже если он делал, неважно, назывался, сделал, а если так, называется, кумасе, кумасе нужно. Никакого тебя ковы бриотни, или то, что это сутия есть большой, это самый стыд. И это должен снять даже на шуку. Если это шеба альтайса, если он все время ничего делает, то есть, кто разрешает здесь, как мы на это смотрим? Это первый вопрос. Второй вопрос, как мы мучим Бору в Назире? Есть, но же мы хули львое имя это. И это значит, что мы хули львое имя, так нет запрета вообще, все время Бакан там находится. Находится. Элихура зависит от двух тырусов в тот сути, который мы сейчас привели. Ромо говорит, что он должен езжать на улицу, голым. Турмозадешин принимает Ромо, но что? Турмозадешин делает одну хулю, что если ты видишь такую ситуацию, ты не должен Коин говорить, эй, Роб Коин, здесь мертвый, выходи на улицу. Он должен ему позвонить в телефон и сказать, слушай, можешь выйти на улицу, мне, если поговорить надо. Тогда он встанет и оденется, но он не знает, что там, поэтому он не обязан будет выходить. Не говорят, что он человек, просто его зовут на улице. Так говорит этот сам. А это есть еще один. А? Почему это можно и так делать? Это я не знаю. Это один вопрос. Но мы пока не сказали тогда, но кто сказал, что мне можно брать. Да, это вечер. Не сказали, все время не сказали. Вопросов нет, вопросов ему сказали. Меня там не было. Я не знаю, что там было. Я не знаю, по-моему, так не делилось, я не знаю. То есть, он выйдет, он зайдет. Конечно, это даже зависит от двухтирозных тостов, это зависит от спора Ромбана в Риме-Луни. Значит, это одна из вещей, которая зависит от этого тоже спора. И это спор, ну и Дубьюда там спорит с Ромо, говорит, что там еще приводит несколько вещей, что нет, не надо никого, сам можно спокойно одеться, галстук и выйти потом. Значит, эти вещи, которые мы это самое, немножко разобрались. Радошем, начнем завтра. Если мы говорим, что он выходил в Ромо, нет никакого нового запрета, то можно спокойно, не торопясь одеться. Видите, на улицу, это я уже не знаю, насколько есть и нет. Думаю, что есть и нян все-таки выйти, и нян все-таки, думаю, есть, но в всяком случае нет никакого, так сказать. Это я уже не знаю. Это вещь, которую я не знаю, я думаю, что это левоохота, левоохота, левоохота здорового должен выйти, я думаю. Но, во всяком случае, коут бреет, вода здесь есть, он должен спокойно одеться. Спокойнее, неспокойнее, это уже околадное. Не будем говорить, но левоохота, что это сам. Вопрос здесь, так сказать, сложный. Есть на эту тему очень много чего написано. Очень вопросы непростые. Есть несколько судьи, которые вместе идут. Это коут бреет, когда он духает, когда ло духает. Это вопрос у нас, наши судьи, это как мы ее разбираем, что-то как. Как мы разбираем Морова в Назилии, в Морова этот самый. Есть еще и Штарамбана, которая на самом деле немножко другая, который говорит, что первый раз он хаяф зажью, а второй раз уже нет. Ну ладно, это тоже вещь, которую мы сейчас не будем разбирать. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова Корректор А.Кулакова Корректор А.Кулакова Корректор А.Кулакова Корректор А.Кулакова Корректор А.Кулакова Корректор А.Кулакова